Девушки отдыхают Если не расскажешь, живой отсюда не выйдешь. Две капли яда и распрощаешься с жизнью. Это ты сделала? Ты сделала! Я ошиблась в темноте. Думала, это Герем. Ах, вот как. Говори. Почему ты вся в ссадинах? Махидовран Султан меня избила. За то, что ты перепутала? Она ничего не знала об этом. А как узнала, избила. Я едва вырвалась от нее. Она ни в чем не виновата. Это все я задумала. Я сделала. Герем меня высмеяла у всех на глазах. Где тот нож? Где я тебя спрашиваю? Дорогу! Ебрагим Паша Хазраэт Лири! Паша? Она очнулась? К сожалению, нет. Дело плохо. А ты что здесь делаешь? Я очень волновалась за Гюльнихаль. Пришла ее проведать. Доехать он! У нее опять раны открылись. Где лекари? Сейчас время обеда, Паша. Скоро придут. Встаньте здесь. Паша. Это вы принесли ее сюда? Да, мы, Паша Хазраэт Лири. Вы видели, как она упала? Нет, Паша, но мы услышали громкий шум. Она лежала перед лестницей, когда мы прибежали. И рядом никого не было? Махидаврен Султан стояла наверху. Сказала, что она упала и велела отнести сюда. Вы должны все обыскать тщательнейшим образом. Загляните под каждый камень в этом гареме. Того, кто это сделал, привезти ко мне. И найдите нож, он где-то здесь. Вам все понятно? Исполняйте! Госпожа, что тебе? Если у вас есть время, я бы хотела кое о чем поговорить. Мне сейчас не до тебя. Приходи позже. Гюль-Шах Хатун кое-что мне рассказала. Думаю, вам стоит меня выслушать. О чем ты говоришь? Вон отсюда! Я все узнала. Гюль-Шах мне призналась. Ее жертвой должна была стать Хюрем Султан. И как ей только в голову такое пришло. Хотя, вряд ли она сама до этого додумалась. Хватит переживать. Ибрагим скоро найдет этого убийцу. Разумеется. Ладно. Спасибо, что зашли сюда. Когда вас нет, мне очень одиноко в гареме. Не с кем поговорить. Приезжай, когда захочешь к нам. Не стесняйся. Тетя! Михримах! Мих, Михмед! Селин. Какой милый. Красавец. Вы так замечательно смотритесь. Иншалла, скоро вы прижмете к груди собственного малыша. Иншалла. Госпожа, что с Мохидевран происходит? У нее было такое странное лицо. Она очень расстроилась. И сильно испугалась. Да кто ты такая, чтобы угрожать мне? Думаешь, это я убийца? Скажи мне. Не вы, госпожа. Ты лжешь. Ты ничего не знаешь. Пытаешься меня подловить? Гюльшах ничего не рассказывала. Я тебе покажу, как обвинять меня. Пошла прочь. А это что за нож? А это что за нож? Ибрагиму Паше отдать? Или выли до султан сразу? Кроме тебя кто-то знает? Никто пока. Я не хотела этого, Нигер. Она сама все сделала. Я вышла из себя. Поэтому она и там. Госпожа, я-то верю. Но верят ли другие, я не уверена. Чего ты от меня хочешь? Скажи. Сделаю все, что скажешь. Только молчи. Никому ни слова. Никому. Но это очень опасно. Если узнают, я лишусь головы. Я сделаю тебе ункер, Калфой. Тебе увеличат жалования. А еще дам тебе золото. Они мгновенно уснули. Похоже на ангелов. О, Аллах, защити моих малюток. Ты тоже спи, Хюрем. Отдыхай. Как я усну, если убийца бродит по гарему? Не волнуйся. Все необходимые меры приняты. Вы рядом со мной. Я очень надеюсь на Гюль-Нихаль. Аллах, сделай так, чтобы она скорее очнулась. Что, если она видела убийцу? Сулейман, я так боюсь. Кто мог это сделать? Кому так выгодна моя смерть? Неужели у меня есть такие враги? Сначала отравили. Теперь это. Не бойся, Хюрем. Не думай об этом. Спи. Спи. Угощайтесь, госпожа. Приятного аппетита. Унесите это. Но вы со вчерашнего дня ничего не ели. Я сказала, унести все это! Уходите. Пошли вон! Да что, вас всех! Не хочу, чтобы вы мне служили! Ни кто из вас! Мама, что с тобой? Мамочка? Мамочка? В горе меня нет места, которое бы мы не обыскали, и человека, которого бы мы не опросили. Ночью мы еще проведем внезапный обыск. Возможно, поймаем с поличным. И что? Мне нужен результат, доехат он. Гюльшак все еще не пришла в себя? Когда вы ушли, я ее разбудил и поговорил. Прижал ее как следует. Но она сказала, что ничего не знает. Сюмбюляга, отныне тебе запрещено ложиться спать. Возьми нескольких доверенных людей и расставь их по гарему в разных местах. Пусть спрячутся где-нибудь. Если им что-то покажется подозрительным, пусть тут же вмешаются. Особенно должны охранять покои наследников и их матерей. В них должны иметь доступ только хорошо знакомые вам люди. Вам ясно? Махид Эвран? Мустафу. Что случилось? Махид Эвран? Я не убивала ее. Это не я. Ладно, ладно, успокойся. Я тебе верю. Мы обязательно выясним, кто это сделал. Не волнуйся. Мустафа. Мустафа. Все прошло. Все хорошо. Госпожа, тут всё хорошо. У нас всё готово. Паша уже ждёт вас, говорит, пора возвращаться домой. Скажи, что я иду. Махидевран, не теряй головы. Всё хорошо? Да. Идите. Тебе надо держаться ради Мустафы. А вы приберитесь в покоях. Живо. Повелитель. Где убийца? От вас никакого толку. Он должен быть найден. Повелитель, мы приняли все меры. Мы найдём его. Ибрагим. На мой стол был подан яд. Думаю, ты знаешь, кто это сделал так же, как и я. Что скажешь? Могут ли эти два покушения быть связаны между собой? Скажи мне. Я не могу даже представить себе такую возможность. Вероятно, этот человек был врагом у Гюль-Нихаль-Хатун. Продолжай защищать её, Паргали. Мы оба знаем, кого. Уверен, мы узнаем, кто стоял за всеми этими ужасными покушениями. И тогда каждый получит то, что он заслужил. Кем бы этот человек ни был. Уверен. Поехали! Наконец-то этот день закончился. Из-за того, что произошло все во дворце на грани срыва. Почему матери наследников не могут жить мирно? Повелитель был сегодня очень расстроен. Баня уже готова. Вода, пар. Нам обоим это очень нужно. Я сейчас не могу даже рукой пошевелить. Зато я могу. Водопад Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Все, Мустафа, иди. Тебя ждут учителя. Я не хочу сегодня заниматься. Не надо. Вместе поиграем. Мехмед, оставь брата. Иди, Мустафа. Я лучше пойду к маме. Ей плохо. Она что, заболела? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я скажу, даешь, чтобы прислала тебе какую-нибудь девушку. Я же не за себя беспокоюсь, Валиде. Мне многого не надо. Но мне кажется, нам нужно назначить Нигер Калфу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они не могут успеть успеть везти? Возможно, ты и права, милая. Я поручу эти обязанности какой-нибудь хорошей Калфе. Не беспокойся. А про Нигер Калфу что скажете? Про Нигер? Нигер Калфа – самая опытная из всех, преданная и достойная доверия. Думаю, она давно заслужила назначение на такую почётную должность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повелитель? Шех Заде. Отведите мальчиков к матерям. Ибрагим Паша. Когда мы поедем кататься верхом, я скучаю по нашим прогулкам. Или ты обижен на меня? Вы мой первый шех Заде, мой воспитанник. Какие могут быть между нами обиды? Когда будет время, я сразу же вам дам об этом знать. Повелитель. Утром прибыл французский посол Жан Франжепани и привёз письмо от матери короля Франциска, герцогини Ангулемской. Она оказалась в непростом положении и надеется, что вы откликнетесь на её призыв о помощи. Давай письмо про Галей. Посмотрим, что там стряслось у герцогини. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Я пишу вам это письмо, как безутешная мать в надежде на вашу помощь. Мой единственный сын, смысл моего существования, король Франции Франциск потерпел поражение в битве при Павеевой туалет испанского короля Карла. Дворец во Франции, 34 днями ранее. На войне всегда будут победители и проигравшие. Однако Карл взял моего сына в плен и забрал с собой в Испанию. Он насильно удерживает его в плену в невыносимых условиях. Он наносит серьёзные оскорбления нашему королевству и нашему народу. Великий Султан, я молю вас, как мать. Мы обращаемся к вам с просьбой доказать своё великодушие и обеспечить вновь свободу моему сыну. Я прошу вас проявить вашу истинную силу. Заверяю вас в моей готовности всегда быть к любым вашим услугам. Герцогиня Ангулемская. Герцогиня умоляет меня спасти из плена её сына Франциско. Она хочет, чтобы вы повлияли на Карла? Это письмо доказывает, что с нами начинают считаться в западном мире. Этот неверный по имени Карл Пятый уже несколько месяцев держит Франциско в темнице. Так нельзя поступать с другим монархом, даже если он ему кровный враг. А держать победу — это половина дела. Победитель всегда должен вести себя достойно. Повелитель, сеньор Гритти, ждёт нас у себя. Если вам угодно, можем перенести визит. Нет, идём проголи. Мне будет полезно немного побыть здесь. Ты совсем не следишь за рабынями. Не нравишься ты мне последнее время. Ох, не нравишься. Сумбюляга, насколько частей мне разорваться. Хюрем Султан обращается ко мне по всем вопросам, пока Гюль не хальнет. Что, мне отказывать ей? Зла на тебя не хватает. Доехатун. Нигер Калфа. Да, доехатун. Ты отличилась, молодец. Сумбюля Гай вам на меня нажаловался? Я тружусь без отдыха, клянусь. Продолжай трудиться, это полезно. Я не понимаю. Валиде Султан назначила тебя Ункиар Калфой. Поздравляю. Ункиар Калфа? Нигер? Ты оглох, Сумбюляга. Отныне Нигер станет исполнять обязанности Ункиар Калфы. Зайди ко мне, чтобы внести это в книги расходов Гарема. Да благословит Аллах нашу госпожу. Я буду очень стараться. Я вас никогда не подведу до Ехатун. Теперь ты должна быть очень бдительной. Постоянно гляди в оба. Ответственность на тебе очень велика. И прекрати праздно ходить туда-сюда. Госпожа, доставили ткани, которые вы просили. Они готовы, ждут вас. Спасибо. Пойду посмотрю их. Садыка, нарежь мне роз. Поставлю их в комнате. Красивые. Это новые? Я вот попросила Кисмета Агу. Он купил на базаре. Оно красивое. У меня есть к нему серёжки. Напомню тебе отдать. Садыка Хатун. Письмо прислали? Письма нет, но я страдаю. Очень скучаю. Вот решил тебя повидать. Садыка. На сухой Фенди. Чему обязаны? Я так хотел спросить Ибрагима Паша сегодня дома. Нет Ибрагима Паши. Он и повелитель в гостях у сеньора Гритти, венецианского купца. С вашего позволения. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Великий визирь Ибрагим Паша Хазрет Лири. Придя в мой дом, вы оказали мне большую честь. Я счастлив принимать вас у себя. Сеньор Гритти, вы говорили, что у вас скромный дом, а он оказался дворцом. Ваше скромное жилище и правда великолепно, сеньор. Господа. Я получил здесь традиционное воспитание. Скромность считалась главной добродетелью. Моя матушка Феодора говорила, что мы не должны быть тщеславными. Да и кто бы осмелился на подобное в присутствии султана Сулейман Хана? Кто это рисовал? Тициан. В Венеции он теперь придворный художник. Занял это место после смерти Беллини. Беллини писал портреты моего прадеда султана Мехмеда Хана. Вы знаете, что он почти год проживал у нас в дворце? Я знаю. Я бы очень хотел увидеть эти портреты. Это невозможно. К сожалению. Мой дед считал живопись грехом и приказал убрать портреты из дворца. Очень жаль. Ибрагим Паша тоже интересуется живописью. Вам надо увидеть его дворец. Раз так, у меня есть для вас прекрасные подарки, Ибрагим Паша, Хазретлери. Это бюст Александра, не так ли? Это Александр. Не думал, что вы узнаете, я поражен. Синьор Гритти, Ибрагим Паша способен поразить вас еще больше. Он прочел биографию Александра от первой до последней страницы. В молодости мы, бывало, до утра спорили, обсуждая его походы и сражения. Позвольте мне преподнести вам его в подарок. Дворец в Ватикане. Ваше святейшество, король Лаеш. Так что же привело вас в Ватикан, сын мой? Расскажите. Ваше святейшество, у меня новости из Константинополя. Боюсь, они покажутся вам ужасными. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин